Всем привет! Это Дядя Паша. Вы смотрите Fusion 365. Сегодня в выпуске мы будем моделировать вот такую вот штуку. Здесь, собственно, одно и то же слева и справа. Но смотрите, какая картинка вас больше вдохновляет. У меня, например, правая. Здесь сферическая поверхность с нанесенной на ней канавкой, спиралевидной, с постоянным осевым шагом. Вот. Это, собственно, описание происходящего. Говорят, что подобные детали используются в шаровых шарнирных соединениях. Не могу дать зуб. Вот за что купил, за то продаю. Но зато я знаю, как это смоделировать, поэтому я буду это делать. Здесь будет использовано достаточно большое количество нетривиальных подходов, которые даже для меня являются в некоторых местах открытиями. Поэтому я просто буду делать. А те моменты, которые хочется поподробнее, вы пишите в комментариях. Я с удовольствием расскажу про них в отдельных выпусках. Просто сейчас, иначе хронометраж будет совсем неудобный для просмотра, если про все это рассказывать подробно. Договорились? Поехали. Начинаем с создания сферы, собственно, на которую мы и будем наносить траекторию. Как вы, наверное, догадались, нанесение траектории на сферу, собственно, и является предметом вот таким проблемным, который мы будем с вами решать. Потому что канавка или же что-то другое потом делаются очень просто. У нас есть свип, который решает все эти проблемы. Так, мы как-то сделаем. Дальше мы создаем Так, коил. Вот так мы это делаем. Конечно же, не так. Section Size нам нужен поменьше. Нам не надо такую огромную пружину. Здесь шаг и все остальное это на вкус и цвет. Ну или по техническому заданию. У меня технического задания нет. Мне нужно сделать красиво, поэтому я вот выбираю так, чтобы это выглядело хорошо. Окей. Дальше мы создаем эскиз и сюда переносим геометрию. При помощи Include 3D Geometry нам нужно вот это вот ребро. Почему у нас такой вид неправильный? Вот это правильно. Так, теперь это нам не нужно. У нас есть вот траектория базовая, которую затем мы должны нанести на сферу. И сейчас мы будем это делать. Еще один эскиз на вспомогательной плоскости. Примерно вот такой. Это просто линия. Прямолинейный отрезок. Можно вот так немножко. Окей. И еще один эскиз уже на вертикальной плоскости. Это просто прямая линия. С самого низа до самого верха. Ну, собственно, все. Мы готовы уже. Переходим в патч. И делаем следующее. Свип. Самый практически, ну почти самый ядреный конфигурации. Это Path плюс Guide Rail. Профиль у нас вот это. Траектория вот это. А Guide Rail у нас прямой. Вот такой вот. Мы получаем прекрасную такую вот спиральку. Дальше делаем интересное. Мы берем три ножнички и отрезаем лишнее. Как скульпторы. Отсекаем лишнее. Получаем вот такую штуковину. Дальше опять создаем эскиз. И опять пользуемся тем же самым Include 3D Geometry. Нам нужно вот это вот ребро. Вот. Такая красота получилась. В принципе, уже сейчас можно пользоваться, но мы немножко дополним его окончаниями, такими хвостовиками. Сделаем это вот так. Раз отрезок и два отрезок. Ой, нет, это лишнее. Это уже перебор. Конечно, они сейчас не там, где нам нужно, но у нас есть команда Move, и мы спокойненько берем Point to Point, отсюда сюда, вжик-вжик. И еще один Move, и еще один Move, Point to Point. Затем, используя все тот же Move, мы немножечко приводим это все в порядок, чтобы оно было максимально касательно. К сожалению, средств привести этот отрезок прям в реально касательное состояние к уже имеющейся линии, во Fusion таких средств нет. Если вы пришли к нам из инвентора, то, конечно же, сейчас вы потешаетесь над всем происходящим, скорее всего. Но что делать? У нас такие инструменты. Ну все, собственно, мы закончили. У нас есть сфера, у нас есть траектория. Мы можем воспользоваться... Ну, собственно, если вам нужен профиль здесь не круглый, не квадратный, не треугольный, а какой-то хитрый, то вам сейчас нужно сделать Plain and Long Paths и потом нарисовать нам этот профиль в эскизе. Ну, у нас задача учебная, поэтому мы используем Pipe. Вот такого свойства с Section Size 5. Ну и, собственно, кругленькая нас вполне устраивает. Окей. Собственно, все. Задача решена. Все, что было непонятно или просто интересно, пишите в комментариях. Снимем об этом отдельные выпуски. Большое спасибо за просмотр. Спасибо, что вы остаетесь на канале. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok